Продолжение следует... 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 Режиссеры позволяют делать с ее текстами все, что угодно. Я жду вопросов. Спасибо большое. Известно, что сценическая часть драмы «Каменный господор», скажем, на украинском языке, «Каменный властелин», началась более столетия назад, в 1914 году, когда театр Николая Садовского поставил ее в Киеве. И в тот момент, в тот день, печать назвала это событие «Золотым днем украинского театра». Леся Украинка, как известно, сама очень интересно трактовала мировую тему Гонжуана, и пьеса «Каменный властелин», она имеет свою сценическую историю со многими интересными режиссерскими трактовками. Что вы по этому поводу можете сказать? Ну, я уже упомянула вот эту самую свежую постановку «Каменного властелина», и действительно, судьба драматургии Леси Украинки, она довольно сложна, потому что при жизни ее это была только «Голубая роса» и два не совсем удачных спектакля. А уже после ее смерти в 1914 году был поставлен впервые «Каменный властелин» и в Театре Садовского. Это была такая довольно помпезная постановка, где на сцене стоял настоящий фонтан, текла вода. То есть была попытка представить настоящий вот такой испанский дворик, где жарко, и поэтому все время течет вода. Но после этого, конечно же, появились совершенно другие трактовки. Особенно много раз «Каменный властелин» ставился на сцене Театра русской драмы имени Леси Украинки в Киеве. И это постановки, знаменитые постановки, которые шли, собственно, из года в год. Все время на сцене этого театра эти спектакли появлялись. Это и постановка Хохлова, это и постановка Соколова. И также вот в 2002 году был такой спектакль, который идет и до сих пор. Это спектакль Михаила Резниковича. Он называется «В плену страстей». Довольно любопытная работа, поскольку в ней соединяется колорит, ну, как бы такого барочного спектакля, очень роскошные костюмы, гримы, маски. Все происходит на карнавале, так как вот у Леси Украинки. И в то же время там есть совершенно такие современные атрибуты жизни. Действующие лица говорят по телефону, то есть там еще какие-то такие нюансы. Вот такой микс. И последний спектакль, как я сказала, который появился в 2020 году, год тому назад, не в юбилейном году, это «Каменный властелин» на сцене театра на Подоле. Это такой довольно известный театр, который все время экспериментирует. У них очень интересная сценическая площадка. Там множество есть технических возможностей. И молодой режиссер Иван Урлевский, но он известен в Украине уже. Сейчас он один из режиссеров в театре Франко работает, но также ставит и в других театрах. И вот он поставил своего «Каменного властелина». Это очень интересная работа. И если будет возможность, как я уже сказала, подключиться и посмотреть это онлайн, поскольку это, как мне кажется, решение очень глубоко трактующий текст Леси Украинки. Поскольку вот мы говорили о том, что Леся Украинка дала свою версию Дон Жуана. Ну, этих версий десятки. И везде герой Дон Жуан, мужчина и так далее. У Леси Украинки, конечно же, герой, настоящий герой это женщина. Но у нее же не одна женщина, у нее две героини Долорес и Донна Анна. И это такие полные противоположности. Одна Долорес это та, которая вся себя дает служению, любви. То есть она, как бы, кладет свою жизнь во имя чужой жизни, того, кого она любит. И тут, безусловно, мы ощущаем вот эти мотивы реальности Леси Украинки, которая была такой жертвенницей, по большому счету, по отношению к близким себе людям. Есть Донна Анна, очень такая самолюбивая, очень гордая, очень, которая умеет, как бы, оценить себя и так далее, и так далее. И вот Дон Жуан фактически он между этими двумя женщинами. И в этой трактовке театра на Подоле это очень точно ощущается. Но кроме этой трактовки, там есть прекрасные, собственно, театральные решения. Потому что вот эта тема окаменения и окаменения буквального, то, что превращает Дон Жуан в статую, мертвецом становится. Он из клепа вылазит, появляется из клепа, и, собственно, вот так же его жизнь не заканчивается. Но это и окаменение его души. Но в этом спектакле, и это визуальными средствами передано, очень интересными, именно через то, что части тела действующих лиц, они буквально покрываются гипсом на глазах у зрителей. И мы видим, как вот эти живые руки или живая нога или живое, там, условно говоря, какой-то фрагмент тела, он окаменяется, окаменение вот такое происходит. То есть работа и глубокая по смыслу, по-своему, и она, конечно же, новаторская вот по таким сценическим решениям. Благодарю, мне стало прямо вот интересно, а как режиссер воплощает сам момент окаменения, как это реализовывается в жизни на сцене? Ну, я просто секреты какие-то раскрываю, но есть какой-то там материал, наверное, гипс, а может быть это заменитель, которым мы во время диалога начинаем покрывать части тела. И то есть, ну, а потом какая-то еще манипуляция такая происходит, и получается так, что у Доны Анны, предположим, одна нога уже эта, вот она вся загипсованная. То есть это совершенная метафора, она очень яркая, очень понятная, что вот так вот частями Доны Анны тоже становятся вот такой вот статуей. А Беларес в процессе, она все больше и больше приобретает черты самой Леси Украинки. Она даже похожа на нее вот лицо, мы знаем, вот Леси Украинка по портретам, такое изможденное лицо, ну, понятно, человек всю жизнь болел. Вот. И это есть. И еще вот этот момент, у Леси Украинки есть такая драма в Пуще, где главное действующее лицо это скульптор. Ну, мне кажется, вообще для нее были очень интересные люди вот таких артистических профессий, художники, скульпторы, она с ними общалась, может быть, со скульптором меньше, но с художниками. Эта драма, она практически не вставится, у нее, ну, очень такая ограниченная сценическая судьба, но вот, мне кажется, именно вот эту идею скульптора Иван Урывский, он привнес вот этот спектакль «Каменный властелин», как бы соединил два, две такие важные для Леси Украинки произведения и вот эти важные мотивы такие. Ну, я, да, согласна с вами, что Леси вообще было свойственно соединять там и лирику, и эпос, и драму, и вот именно благодаря ей там литературные облорозы мирового уровня, такие как Дон Жуан, Кассандра, Антейс говорили на украинском языке, и получается, что вот театр Леси Украинки, он от своих зрителей требовал умения смотреть и видеть, попросту говоря, абстрактно мыслить, додумывать, дофантазировать. Скажите, пожалуйста, как по вашему мнению, по вашим наблюдениям, сегодняшние зрители воспринимают вот эти вот ступени условностей в пьесах Леси Украинки? Каков он этот зритель? Как им связаны с Леси Украинкой в современном мире? Ну, вы знаете, я думаю, что это, конечно, все непросто, потому что сам язык Леси Украинки, он непростой. Во-первых, ну, это стихи, это и очень много инверсий, то есть это же непростая такая обыденная речь, которая просто воспринимается, ну, как повседневная на слух. К этой речи нужно подключиться. Мне кажется, просто зрителям нужно настроиться, чтобы эти тексты слушать. Это во-первых. А во-вторых, конечно же, в ее драмах очень много таких, ну, философских, они не поэтому и называются философскими, потому что там очень много таких философских моментов. Персонажи рассуждают, они рассуждают, ну, буквально над всяческими нюансами в жизни, ну, вот, например, а что такое подарок? Вот. И персонаж может об этом говорить и как бы размышлять, и мы тоже подключаемся к этому. То есть, конечно же, зрителю непросто, но когда зритель подключается к этому, то ему становится стопроцентно интересно. И у нас вообще сейчас спектакль «Загадка», я вот так честно его и называю. Это знаменитая пьеса-феерия, драма-феерия «Лесная песня», которую, ну, все знают со школьной программы. Она идет на очень многих сценах в Украине, она и за рубежом ставится, ну, такая вот визитка. И вот в 2019 году режиссер Сергей Маслобойщиков, известный режиссер, он и как кинорежиссер, и как художник, и как театральный художник, он поставил на сцене театра имени Франко национального в Киеве спектакль, который называется «Верба», ну, «Верба» или «Ива». И этот спектакль, на самом деле, говоря современным языком, это квест. То есть это загадка совершенно, потому что он не ставил текст в лесе украинки вот так, как он написан. То есть три действия, и сюжет развивается одно за другим, и как бы мы понимаем, вот встреча с Лукашом, а вот замужество, а вот еще, ну, вернее, Лукаш женится там на Келине и так далее, и так далее. А вот «Дети» нет, этого ничего нет. Он взял этот весь текст и перерезал. То есть он взял отдельный, как бы скомпоновал фрагменты текста по отдельным мотивам. Ну, например, мотив предательства, да. То есть мы можем воспринимать действия Лукаша как некое предательство по отношению к Мавке, но это же не только предательство Лукаша там и другие персонажи. И вот этот мотив предательства, он сгруппирован. И условно говоря, одна сцена, она как бы идет вот все этому. Или мотив жертвенности, который у Леси Украинки в очень многих текстах и в этой драме феерии он тоже встречается у разных персонажей. И сама Мавка жертвенна, и еще другие персонажи, и это собрано. И когда зритель приходит в театр, и занавес открывается, и все начинают звучать текст, то вообще никто сначала не понимает, что происходит. Потому что вот цельного текста нет, а есть его фрагменты, есть его переформатирование. И если у людей, которые видели много постановок «Лесной песни», которые привыкли читать вот классический такой вариант, это вызывает подтверждение. Они недовольны. Они пришли видеть спектакль, вот как бы последовательно. А молодежь, которая, ее в школе, ну, они должны идут научить текст. Им довольно интересно, потому что они как бы выхватывают эти фразы. И вот у них такой квест. Ага, это из третьего действия, а это из первого действия, это из второго действия. У них своя такая игра. Вот. Поэтому то, что происходит, это, ну, это знак времени, потому что наше отношение к тексту-то поменялось. Мы уже-то не всегда воспринимаем текст, вот литературный, вот именно так последовательный нарратив какой-то. Мы хотим с ним играться. И вот Сергей Маслобойщиков в этом спектакле поигрался с этим текстом. И, как по мне, это очень-очень любопытно. Да, и это как раз и может, как бы, молодых зрителей. Ага, а дайте-ка я полистаю эту книгу. А где же это? На какой странице? То есть это придает, наоборот, такое вот движение, если говорить о тексте. Но в этом спектакле еще очень много всяких любопытных моментов, кроме этого. Спасибо, очень интересно. А все-таки тогда что бы вы порекомендовали молодым людям, прежде чем уйти в театр? Сначала ознакомиться с текстом «Леси украинки» или все-таки посмотреть постановку и уже потом заинтересоваться текстом и узнать, как было у автора, например, на самом деле, или свое видение, какое у человека потом уже после постановки появится. То есть есть ли смысл смотреть постановку до прочтения? Я не знаю, я просто как-то... Мне кажется, если им сказать «Вы прочитайте, пойдите в театр», то они все равно это не сделают. В лучшем случае какой-нибудь синопсис прочитают, краткое содержание. Может быть, как раз краткое содержание надо прочитать, потому что не все ясно. А вот потом, когда ты видишь вот эту вот такую фрагментацию текста, когда ты видишь, что сюжет, собственно, так не двигается, и не работает вот в этих привычных нормах, то тогда, мне кажется, молодым людям будет просто любопытно вот так вот листать и искать. А фраза вот эта вот почему-то вот там и так далее. Ну, я сказал только о тексте. На самом деле этот спектакль Сергея Маслобойщикова, это вообще очень такая глубокая новаторская работа. И, конечно, вот этим ее интерес не ограничивается. Во-первых, спектакль назван «Дерба». Мы знаем, что это такой очень важный образ у Лисы Украинки. И «Дерба» — это вообще дерево. Дерево такое сакральное. Дерево, которое охраняет саму мавку. Она же из «Дербы» выходит. И потом «Дерба» старая раскалывается и так далее. Вот эта вот метафора. А Маслобойщиков придумал так, что все это происходит уже в мире, в котором на самом деле живых деревьев уже не осталось. Потому что на самом деле это огромная конструкция, сделанная из клеенной фанеры. И мы видим вот этот мир цивилизации, который пользуется всякими ДСП, фанерами и так далее, и так далее. Это такая огромная конструкция, что-то вроде куба, она поворачивается. И становится ясно, что вот мы живем в этом мире, в котором живой природы практически нет. В каком-то таком урбанизме тотальном. И этот мир, мы сами создали. Вот этот мир кубов, ну, заменителей. И этот урбанизм, который нас же и поглощает, нас давит. И в этом смысле его постановка, она очень важна в том плане, что мы все понимаем, что у нас вокруг происходит экология. Мы понимаем, что вот как-то наш земной шарик, он все больше и больше. Мы должны опасаться за его просто существование реально. То есть он вывел таким образом драму «Леси украинки» из пространства украинского театра, украинского фольклора. Вот такой вот глобальный масштаб понимания того, как наш мир все больше и больше превращается в какую-то такую небезопасную, небезопасную для жизни человека планету, и где реальной жизни все меньше и меньше. Вот. Такой спектакль. Рассказывайте, я прям увидела это образно и захотелось увидеть саму постановку, побывать в театре. Спасибо огромное. Давайте немножко к истории вернемся. Вспомним «Блокитно Троянгу», «Голубая роза», «Леси украинки» в контексте того, что, в принципе, вся судьба драматических произведений писательницы, она была сложная. И вот, казалось бы, эта «Голубая роза» успеха не имела, хотя была самой традиционной постановкой. И рецензентам не нравилось, что персонажи ведут какие-то там изысканно умные беседы интеллектуальные, стараются показать, что они люди образованные. Возможно, что-то подобное пережила и Чайка Чехова в свое время, когда она провалилась, можно сказать так, в Александровском театре в Питере. Но судьба у Чайки немного другая. Чехову повезло. В Дамхатен, да. А вот понятно, что национальная культура Украины была тогда в сложной ситуации. С одной стороны, как бы корифеи Украинского театра, драматурги, они значительных высот достигли, были яркие взлеты запоминающиеся. С другой стороны, какая-то постоянная цензура, возможно, какие-то притеснения. Сейчас, скажем образом, цензурных клещей нет. На ваш взгляд, какова судьба репертуара Олеси Украинки в украинском и мировом сценическом искусстве? Ну вот мы начали говорить о «Голубой розе». Действительно, это такая модернистская драма. Совпадает год ее рождения с годом рождения Чайки. И я бы даже сказала, что главные героини Любовь Гощинка и Нина Заречна, они чем-то похожи. Это две молодые девушки, которые не находят места себе в жизни. И Леси Украинка писала эту пьесу. В ней очень много автобиографичного. Это и ее первая любовь, это и какое-то непонимание окружения, это и болезнь, которая вот ее сковала уже. То есть эти все мотивы в этой пьесе есть. Но писала она ее, конечно, как любой драматург, с тем, чтобы ее ставили на сцену. И она была убеждена в том, что вот эта пьеса, которую она пишет, вот такая пьеса нужна украинскому театру. Но в 90-е годы 19-го века украинский театр все-таки, мне кажется, был не готов именно к этому тексту. Поэтому старовка состоялась в группе Марка Кропивницкого, но это был не успешный, это не был успешный спектакль. И еще был такой момент, когда Леси Украинка писала этот текст, она рассчитывала на то, что будет Мария Зинковецкая играть Любовь Гощинскую, звезда украинской сцены и очень авторитетная актриса. Но Мария Зинковецкая отказалась. Мне кажется, она просто не решилась сыграть эту роль. И, собственно, вот и роль прошла мимо нее такая, и этот первый спектакль не был удачным. Далее была еще одна постановка, она относится к 1909 году. Это был такой студенческий ученический спектакль, музыкально-драматическая школа имени тогда Николая Лысенко, такая частная школа. И вот эта ученическая постановка, она как бы была более удачная, был такой резонанс от этого спектакля. То есть, очевидно, там было дыхание и ощущение той молодости, которая заложена была в самой песе, хотя это очень трагично. Там все заканчивается как бы, ну, совсем не весело. И смерть, и безысходность такая, и вот такое вот как бы разрушение полной семьи и так далее. И, вы знаете, вот с этой голубой розой до сих пор существует такая вот загадка. Вот сейчас ее практически в репертуаре украинских театров нету. Была когда-то очень такая довольно известная постановка в театре Марии Зиньковецкой, но это было уже более 50 лет тому назад. И потом уже несколько лет тому назад была попытка поставить эту театру тоже в театре имени Леси Украинки, но во Львове, таким молодежным коллективом. И это был такой спектакль физического театра. Ну, словом, такой авангардный очень подход, очень мало, ну, текста практически нет. То есть просто попытка посмотреть на этих персонажей с точки зрения современного физического театра и как бы в их формах физического театра передать их состояние душе. Ну, можно говорить, что это такой экспериментальный подход, и все мы имеем право на эксперимент, но, собственно, так сказать, освоение этого текста не произошло. Другие тексты Леси Украинки, ну, я уже говорила о «Лесной песне», вот о «Вербе», говорила о «Каменном властелине», они постоянно присутствуют в украинском театре. То есть, ну, если не этот спектакль, то другой. Всегда есть в репертуаре украинского театра эти тексты. Но, с другой стороны, есть тексты, которые вообще не ставятся. И это тоже проблема, потому что, ну, есть, например, прекрасная такая драма «Комбах». Она очень интересная, и она глубокая, она такая очень дискуссионная, поскольку это происходит в период перехода Рима к христианству. И мы знаем, что вот эти полемическое такое отношение Леси Украинки к религии, к вере, к церкви, то есть ее постоянное дебатирование этих вопросов, а как мы должны для себя решать то или иное, принимать то или иное решение, вот. В этом тексте есть, но «Комбах» мы вряд ли найдем на сцене украинского театра. То есть какие-то тексты остаются вот, собственно, еще закрытыми, я бы так сказала, они еще закрыты. Их еще нужно открывать. Ну, мне кажется, просто такой еще год у нас был прошлый, когда театры просто не могли готовить премьеры, либо они доделывали то, что начали раньше. И вот, наверное, еще что-то в 2021 году какие-то новые спектакли появятся. А так, конечно, вот «Кассандра» тоже очень важный текст. И «Кассандра» буквально завтра на сцене театра имени Франко в Киеве будет премьера этого пьесы «Кассандра». Тоже когда-то давно, в 70-е годы, «Кассандра» оставилась на сцене театра имени Франко. Это была очень такая важная постановка. Она шла в таких классических декорациях. Там была передана вот как бы атмосфера Трои в классическом таком виде. Ну, как мы себе представляем. Ну, сегодняшний спектакль – это «Давид Харсян», молодой режиссер. Он совершенно, наверное, по-иному подошел. Ну, к этому я так еще не видела, но я думаю, что это будет что-то любопытное. Во всех этих историях с текстами «Лэси Принк» меня лично радует, что за нее берутся молодые режиссеры. Вот. Они не боятся этого, и они берут, работают с этими текстами, с этими драмами, и это очень важно. Спасибо огромное. Вы сейчас упомянули о театре Франко. Я хочу показать нашим зрителям издание, авторам книги «Больше чем театр» о Национальном академическом театре имени Франко «Первая сцене Украины» для Анны Веселовской. Эта книга есть у нас в центре библиотеки иностранной литературы. Пожалуйста, приходите, можете ознакомиться с этим замечательно иллюстрированным, прекрасно изданным, увлекательнейшим изданием. И сейчас в разговоре она упомянула Львовский театр имени «Лэси Украинки». Я знаю, что есть театр русской драмы «Лэси Украинки». Какие в Украине еще есть театры, которые носят имя «Лэси Украинки»? И, может, вы о них чуть-чуть поподробнее нам расскажете? Спасибо. Вот сейчас в Украине у нас три театра имени «Лэси Украинки». Ну, всем, наверное, хорошо известен Киевский театр русской драмы имени «Лэси Украинки». Я уже говорила, что на сцене этого театра больше всего постановок именно «Каменный выстелин». Поэтому, собственно, и там ставил такой режиссер, как Хохлов Константин. И он поставил три раза, поставил там «Каменного выстелина». Затем у нас есть театр имени «Лэси Украинки», как они называют себя. Театр «Лэси», как он называется. Это театр во Львове. Ну, это бывший театр советской армии, и теперь он уже называется много лет как театр имени «Лэси Украинки». И вот именно они пытались сделать такой вот спектакль, физический театр, именно вот эта постановка, о которой я говорила, «Голубая роза». Но она у них называется «Любовь». И у нас еще есть театр в городе Каменске. Каменске – это «Лучший Днеприджинск». И это театр имени «Лэси Украинки». И они тоже подготовили премьеру. У них премьера в 2020 году. Это спектакль, который называется «Целую Леся». То есть это не тексты «Лэси Украинки», это по ее письмам. Вообще это очень интересная тема, потому что самой «Лэси Украинки», ее личной жизни, ее связи с близкими, ее творчеству посвящено много спектаклей. И вот, например, был такой очень известный спектакль, он назывался «Надеяться». Он шел тоже на сцене Киевского театра «Русские драмы». Там играла чудесная птица Ада Роговцева. Ну, там не одна Леся была, там была три Леси, маленькая девочка. Вот именно та, которая жила фольклором, Волынским и так далее. Вот Леся, которая молодая девушка, определенная, и вот уже взрослая Леся. И вот театр в городе Каменская, он сейчас подготовлен спектакль, называется «Целую Леся». Это тоже очень важно, поскольку, ну, как бы, с одной стороны, все-таки много таких каких-то стереотипов сложилось вокруг ПАТС, вокруг «Леси Украинки». И именно вот эти стереотипы, их можно снять, сделав какой-то камерный, какой душевный спектакль. И становятся понятны какие-то, ну, очень личностные вещи. То, что в ее семье происходило, ведь это действительно очень сложная судьба. Я не могу не спросить, а еще надо быть настолько сильной духом и равняться на Лесю, чтобы потом еще в мировую историю так войти, как она. Скажите, пожалуйста, вот помимо Лесной песни, конечно же, какая, на ваш взгляд, сейчас самая сценическая пьеса в мире? Ну, вы знаете, так сложилось, что все-таки знают Лесную песню. И мне кажется, возможно, еще что-то знают о каменном властелине, но, к сожалению, предположим, Кассандра. Кассандра – это действительно такая большая драма, главная героиня Кассандра, которая как бы все предсказывает, все, что будет строя, но, по-моему, таких постановок за рубежом этой пьесы нет. И вообще, как бы, о ней не очень знают. А вот Лесная песня, действительно, она ставилась и в Америке, она ставится и в славянских странах, ставилась, и в России ставилась, на сцене МХАТа ставилась. Вы не так давно, я знаю, что был очень любопытный спектакль по Лесной песне, это была такая тоже студенческая работа в Англии. И там я ее не видела так живо, я видела только трансляцию. Там было такое интересное решение, что вот эти все лесные существа – это все представители неформальной молодежи. И это, опять-таки, знаете, такой подход, как вот молодежь может себя идентифицировать с персонажами на сцене. Мы понимаем, что если показывать какого-то там лесника, перелестника, ну, какие-то чудовища, да. А вот если это будет какой-нибудь там молодой человек с ирокезом или еще что-то, то сразу все становится ясно. То есть, к сожалению, все-таки это все лесная песня, ну, а другие тексты, они все еще ищут свой путь к тому, чтобы продвинуться на мировую сцену, чтобы там еще быть принятыми. Вот. То есть, это продолжается. Ну, дай больно, да. Лесная песня, главный персонаж – Мавка. Да. И кого из артистов, исполняющих роль Мавки, вы считаете, возможно, самым успешным, самым удачным? Нельзя, наверное, сказать, самым талантливым, но вот самым успешным. Вы знаете, вот у нас есть такие какие-то уже харизматичные Мавки, и такой вот первой Мавкой украинской сцены долгое время считалась такая актриса, как Алина Ниатка. Ну, про лесную песню вот мы говорим о том, что сейчас это песня, которая ставится все время, и все прекрасно знают ее, и вот поэтому можно даже вверху как бы совершенно посмотреть низкий спектакль и воспринять. А на самом деле ведь лесная песня тоже очень долго попадала на сцену, и ее премьера состоялась только в 1917 году. То есть это уже лесе украинке пять лет, как не было в живых, только после этого появился этот спектакль «Лесная песня». А потом была поставлена такой спектакль на сцене архитектатора имени Франков. Это был очень, ну, по описаниям, судя по всему, такой интересный спектакль, поскольку там было много пластики, и вот эти все лесные существа, это все передавалось именно с помощью каких-то хореографических приемов. А мавкой в этом спектакле была Полина Ниатка, актриса, воспитанница Леся Курбаса, то есть такая довольно известная, и она в кино снималась. И очень долго, очень долго всегда говорили, что вот первая мавка украинского театра – это Полина Ниатка. Я думаю, что не нужно у нее забирать, по-моему, первая, сто процентов. И потом у нас была такая довольно любопытная спектакль, тоже театра Франкова «Лесная песня», и там играла мавку Оксана Батько, к сожалению, ее нет в живых, но это была очень такая любопытная работа, такая проникновенная. И вот, как я уже знаю просто из рассказов о том, что Оксана говорила с Полиной Никитовной, то есть та ей передавала какой-то свой опыт освоения «Лесной песни», и это тоже важно, когда в театре актрисы более молодого поколения общаются с более старшим поколением, какие-то такие традиции передаются. То есть вот такие вот вещи, они важны. Ну и также и с «Каменным властелином». Исполнительниц было много. Я вот упомянула Аду Роковцеву, потому что есть фильм, который сделан по спектаклю, спектаклю знаменитого украинского режиссера Сергея Данченко, который он еще ставил в театре имени Заньковецкой в 1971 году, а потом был сделан фильм. И в этом фильме играет именно Донну Анну Ада Николаевна Роковцева. И можно ее назвать первой Донной Анной, а потом появляются другие актрисы. Но я думаю, что вот все они привносят что-то свое, и каждая из актрис какую-то свою такую трактовку придает, и это важно. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, для вас лично, какое из произведений «Веси Украинки» пробуждает ощущение катарсиса? Вы знаете, это такой сложный вопрос, потому что можно, я, наверное, вот тоже как в спектакле «Верба», я не люблю так вот читать подряд какую-то пьесу. Я беру много и открываю на этой странице, на этой странице, и мне вот все нравится. Ну, конечно, это сначала была, для меня это как бы процесс, сначала это была мавка, вот, буквально со школы. Но сейчас, наверное, это пьеса, это такая драма одержимая, ну, мы не говорили о ней, но это тоже очень значительный текст. Это фактически, как сальтика, в основном как моноспектакль, но это не только, там несколько действующих лиц, но главное действующее лицо – это вот Мириам, это одержимая, одержимая очень дискуссионный, очень полемический образ. И сколько этот текст ставится, каждый раз, мне кажется, режиссер, вот просто постановщик для себя решает вопрос, что же такая Мириам? Вот как относиться к ее, этой одержимости, любовью, любви к Христу, к Мессии? Как к этому относиться? Как это трактовать? Как это принять? То есть пьеса написана так, что она никогда не может быть прочитана однозначно. И, наверное, вот тексты «Леси украинки», они тем и важны, что ты каждый раз этот текст бьешь, и каждый раз ты… Как? Почему я этого раньше не видел? А как? Ведь это те же слова, и эти же слова складываются в другую картину. И вот именно в одержимой, мне кажется, это ярче всего проявляется. То есть, ну, как… Не хочу тут какие-то слишком такие высокопарные сравнения, но вот действительно есть такие тексты, которые ты все время… Ты читаешь один и тот же текст, но ты понимаешь, что ты почему-то не увидел этого, не понял, не допонял, а ты прочитал его второй раз, и тебе открывается что-то. И вот мне кажется, одержимая именно вот такой текст, и я его воспринимаю как очень важный и личностный. И одержимая, она много… Она вставится в театрах Украины, в основном как монодрама. Есть, между прочим, и опера также. И когда-то был очень любопытный такой спектакль, который хочу вспомнить, это спектакль театра «Корзинки», называется театр в Украинском театре в Кошике. Там Ирина Володьская, режиссер, актриса Лидия Домичук. И вот у них было очень такое любопытное решение именно этой драмы, одержимая вот этого образа сценического «Мириан». Это если говорить о каких-то таких моих привязанностях. Но я вот опять же, к тому же, к той же мысли хочу подвести, что тексты «Леси украинки», они обладают таким свойством, что ты всё время что-то для себя открываешь, и, возможно, появится какая-то постановка, я вдруг пойму, что я этого не видела, я сама не видела, режиссер это увидел и открыл мне какие-то новые вещи, новые какие-то смыслы, новые коды и так далее. Настолько она глубока. Да, это очень интересно, уже вы говорите про то, что каждый раз открываешь по-новому, это, знаете, как о Библии тоже говорят. Если тебе нужен ответ какой-то в данный момент, ты открываешь Библию на той страничке, где это написано, как ты должен поступить. И уже касаясь тогда библейской темы, хочу сказать, что, да, актуальность библейских мотивов драматургии «Леси без украинки», она безусловна. Что вы можете сказать по этому поводу? Вот это очень любопытная действительно тема. И, ну, как бы загадка самой Леси, поскольку, ну, она не была глубоко таким церковным человеком. Ведь это все-таки, знаете, она такая модернистка и по сознанию, и по своему, ну, по мировоззрению, по мироощущению мы это видим по текстам. Я не думаю, что она была глубоко религиозным человеком, но вера, само понятие веры, оно ее очень-очень волновало, и Библия, вот как, ну, скорее всего, как Библия, как это явление мировой культуры и мировой истории, и это как философская книга, она была для нее очень важна, и поэтому у нее есть такие вот сюжеты, ну, уникальные. Ну, предположим, та же ее драма, такая одна октаврочка, «На поле крови». Ну, это такой полемический сюжет, где Иуда, встречается, прачанин Иуда, уже после того, как Иуда получил свои 30 серебряников, и вот они встречаются на этом поле, который Иуда купил себе на эти деньги. То есть, ну, понятно, что это все вымысел, что Лесси Украинка придумает некий сюжет, продолжение истории. И она, ну, дальше какое-то продолжение истории, а какой может быть разговор между тем, кто продал Христа и тем, кто вот просто идет мимо и с ним случайно встретились, и они говорят, а что это за поле, откуда оно взялось и так далее. Вот тут даже, вы знаете, я вот говорю эти слова «поле», и я понимаю, что это метафора. У Лесси Украинка, что это метафора, что это не поле, которое обрабатывает полосы, на котором что-то вырастает, там и камни и так далее. Это, ну, такая очень важная вещь, осмысление поступка, осмысление предательства, можно так говорить, оправдание, самооправдание себя. В этом смысле опять не могу не вспомнить спектакль, потому что мы все-таки с вами говорим о спектаклях. Это спектакль, который тоже ставился в Театре Франкова, как он назывался, на поле крови, режиссер Ростальной, и спектакль состоявший, совершенно современное было решение в нем, где не было никакого антуража библейского не было, а был дом, в котором происходит ремонт. И это спектакль, где, собственно, Иуда уже купил себе квартиру и делает там ремонт. И тут люди, которые идут по вот этой новостройке, случайно человек заходит и начинается разговор. То есть как бы была перенесена эта ситуация в совершенно нам знакомые такие параметры, и мы понимали, о чем происходит. Но на самом деле, в ползком для такого текста, для этой драмы, для постановки у Лыси Украинки стала библейская история с Иудой. Но это же не одна пьеса. Я уже упоминала и в катакомбах, и, конечно, это и адвокат Мартиан, драма, в которой речь идет о первых христианах, которые еще скрываются в Риме. И опять-таки проблема выбора, проблема, собственно, отстаивания своей позиции, проблема предательства, проблема, ну, как бы, насколько ты можешь идти далеко в отстаивании своих мыслей и так далее. То есть это и адвокат Мартиан, который я упомянула, ну, и такие, Иоанна, жена Хусова. То есть фактически, как бы Библия была, наверное, все-таки для Леси Украинки вот той книгой, которую она тоже открывала. Ну, понятно, что она открывала, это иначе быть не могло. И она ее воспринимала, как некую такую шкатулку с драгоценностями. И она, как я себе представляю, вот она эту драгоценность могла взять и осмысливать, и передавать нам. Потому что, ну, куда деться от реальности? Мы же не открываем Библию так вот для того, чтобы достать, откуда некую, почерпнуть. Может быть, в крайних случаях обращаемся к этому. Так что, то, что она нам передала свою трактовку этих сюжетов библейских, и то, что она их не просто трактовку, а очень глубокое осмысление. Мы ей за это должны быть благодарны. Вот. Она как бы так. Вообще, для меня Леси Украинка на самом деле это такая патронесса. Я училась в школе имени Леси Украинки. Ну, так это же так случилось. И поэтому я ее воспринимаю как вот свою патронессу, как ту писательницу, ну, больше, конечно, чем писательницу, вот такого человека, который как бы наблюдает немножко там за мной и какие-то вещи я сверяю. Я могу сверять как-то и так далее. Поэтому какие-то возможно мои суждения, они звучат слишком лично. куда же так вот сложилось. Да, я думаю, не без этого. Иначе вы так тонко бы, наверное, кажется, не ощущали бы и не переживали каждый сюжет. Столько мыслей и эмоций бы, возможно, не возникало. Почему-то мне так думается. Я это как-то подлаврила. Вы до того еще как сказали, что учились в школе имени Леси Украинки. Я как раз поймала себя на мысли, что, возможно, как раз очень близка тема как раз Леси Украинки, ее произведения, особенно теперь и постановок на сцене. Скажите, пожалуйста, Леся Украинка в своих произведениях, в ремарках всегда предлагала режиссеру какие-то новаторские сценографии, новаторскую сценографию. по тем временам, конечно же, это было очень сложно воплотить. Сейчас у нас в современном мире другие технические возможности, есть возможность совмещать и зрительные, и слуховые образы. Возможно, вам кого-то хотелось бы выделить из возможных художников, декораторов? Может, кого-то хотели бы упомянуть в связи с этим? Да, да, конечно, вот просто Леся Украинка, она так трепетно относилась к своим текстам и, опять-таки, говоряли с моей песней, ведь она там ввела в свои тексты реальные примеры фольклора Полесского, Волынского фольклора и там даже есть как бы примеры вот этих песен, то есть это все очень достоверно. И поэтому вот такая фольклорная достоверность, она при всей глобальной идее она была для нее очень важна. И был спектакль, поставленный еще в 2011 году в Львовском театре имени Леся Курбаса режиссером Андреем Приходько, где был художником Богдан Плющук. И вот в этом спектакле вот эта фольклорная составляющая, она была очень важна и она была передана именно аутентичными такими средствами. Ведь опять-таки лесная песня написана при том, что это драма Фиеля, она очень написана в таком как бы подраматургически правильно, я бы так сказала. Там каждое действие, начало это времена года, то есть мы знаем, что начинается весной, а все заканчивается зимой, то есть вот этот цикл, календарный цикл, важный вообще в жизни украинцев, ну он вообще для всех важен, этот цикл, он как бы полноценно там отражен. И этот художник Богдан Плющук вместе с режиссером Андреем Приходько, они все сделали, чтобы именно через фольклорную сторону, через костюмы, через элементы реквизита, потому что в этом спектакле были использованы маски, ну как бы настоящие, конечно, это не настоящие, это были изготовлены специально для спектакля маски, а часть костюмов это настоящие костюмы, аутентичные костюмы, и вот это все было использовано в этом спектакле таким образом, даже если не все песни, которые собирались Леси Украинка, которая хотела, чтобы они звучали в её лесной песне, там были использованы, но там был аутентичный кольклор в виде костюмов, в виде сценографии. И это тоже очень важная такая вещь. Ну, мне кажется, для художников просто тексты Леси Украинки, вот визуально, они себе представляют, ну, как-то немножко иначе, и они пытаются их сделать ещё более изощрёнными, чем это. Можно. Я также хотела вспомнить ещё об одном очень любопытном спектакле. Начало 2000-х годов, и вот сейчас уже нет, это спектакль «Кассанга». Я когда-то говорила, я уже вспоминала о спектакле театра Франко, вот что был в 70-е годы, который премьера завтра была, а между этими двумя был спектакль «Кассанга», который делает художница как Елена Богатырёва. Это очень известная в Украине художница, которой, к сожалению, уже нет в живых, и она сделала спектакль «Кассандра» как режиссёр, и как художник, как сценограф, и, собственно, передача всех характеров она шла через костюм. То есть костюм – это была такая визуальная картинка психологии этого человека, его мироощущения, его настроения, его целеустремлённости, то есть всех его качеств – это именно в костюме. И по визуальному ряду этот спектакль был, мне кажется, уникальным, но вот сам подход был такой важный, то есть именно через костюм, через визуальную составляющую передавать характеры людей. И, ну, если мы обратимся к нашей обыденной жизни, то мы очень часто можем как бы понять человека, потому как он одевается, и это художница использовала. Так что для художников есть целое огромное поле для экспериментов, что они, в принципе, и делают. Да, и спасибо. Скажите, пожалуйста, мы всё о театре, да, о театре. Можно ли вспомнить чуть-чуть о балете, о произведениях Леси Украинки, в балете несколько слов об этом? Можно ли? Да, ну, конечно, просто и балет, и опера, это всё тексты Леси Украинки не существует и в этих вариантах. Я даже не, я ещё не сказала о театре кукол, потому что есть у нас в театре кукол в Киеве тоже спектакль Леси Украинки, лесная песня, тоже такая любопытная работа, поскольку вот соотношение живого и мёртвого, оно именно передаётся через приёмы кукол. Что касается балета, то это знаменитый балет Скорульского, лесная песня, ну, время от времени он появляется на сцене наших в театре, время от времени исчезает, ну, я думаю, что сейчас опять появится какая-то новая трактовка, ну, так же и, вот я говорила, в опере, то есть одна из первых таких опер модернистских, это опера Кирилла Стеценко и Эфигения в Табрите, которая тоже время от времени появляется на наших сценах, время от времени она и существует в таком концертном исполнении, ну, ещё есть оперы современного украинского композитора Волынского такого, и это надежимое, которое я вспоминала, как моноопера, то есть эти произведения, конечно же, присутствуют, просто, опять-таки, мне кажется, всё-таки ковидный год прошлый, он не дал полной мере театрам как бы подготовиться к юбилею, поскольку премьеры не выпускались, так вот не было возможности репетировать, планировать и так далее, то есть большие работы, они не запускались, и вот, наверное, только сейчас как-то начнётся этот процесс, и мне кажется, ещё больше премьер будет где-то через полгода к концу 2021 года, но это тоже хорошо, потому что таким образом юбилей продлится, он не закончится в феврале, он завтра не закончится, он будет длиться до конца года. А, возможно, вы знаете, в Москве уже более 10 лет существуют украинские музыкально-драматические театры андрипризы Н.А. У арт-директора Ларисы Билан. Одна из первых постановок этого театра, это была как раз «Леси украинки и русалка», по мотивам поэмы «Леси украинки и русалка», была постановка на музыку «Дебюси». И вот сейчас к юбилею «Леси украинки» наш Центр Славянский культур библиотеки иностранной литературы совместно с театром Н.А. подготовили такой ряд онлайн, можно сказать, цикл онлайн-чтений произведений «Леси украинки». Читает сама Лариса Билан, она очень тонко чувствует «Леси украинку». И мне бы хотелось наверное сейчас отрывочек из этих чтений на русском языке. Это одно из произведений «Леси украинки», и оно же единственное на русском языке, «Когда цветет никотиана». Читает Лариса Билан. Если можно, пожалуйста, оставьте нам запись. Спасибо. На свете из тумана как будто падшая звезда, вся бледная от тайной страсти, все в круг становится тогда покорно непонятной власти. И если вы тогда вдвоем и возле вас сияют очи, горят таинственным огнем, как отражение звездной ночи, и голос милый вам звучит, как будто в тишине журчит струя волшебного фонтана. Бегите прочь от этих чар, они зажгут в душе пожар, когда цветет никотиана. Когда цветет никотиана, все, все тогда полно обмана. Опасна ночи тишина, как то затишье роковое, когда коварная волна хранит молчанье гробовое, вот-вот нахлынет звук оврой, и встрепенется мысль, как птица, и вспыхнет в темноте порой воспоминание зорница. Как будто неизвестный друг страницы развернет вам вдруг давно забытого романа. О, если дорог вам покой, не прикасайтесь к ним рукой, когда цветет никотиана. тишина, как оврой, Олесь Гончар, украинский классик, классик украинской литературы, уже давно вышла из украинских берегов, и слово Леси, оно идет в славянские страны, на все континенты, есть много памятников Леси Украинки, в Москве есть, на Украинском бульваре, и в Киеве. На память для Киева я знаю, что высеченные слова Леси Украинки, которые на самом деле звучат пророчески. «Як я умру, на святе запалае покинутый богом моих песен, и стримованный плонень засияет, в ночи запаленный горитыма у день». Хочу поблагодарить Анну за беседу, за интересную информацию и за теплое сотрудничество. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча, и у нас еще много интересных тем возникнет. О театрах славянских стран, о их замечательных постановках, о великолепных режиссерах и многое другое. Спасибо вам, Анна, огромное за сегодняшний вечер и за эту беседу. Спасибо, я думаю, вам было интересно. Очень интересно, мы продолжим. Всего хорошего, спасибо нашим зрителям. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok